Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Боротынский. Стихи 1821 года. Часть 2. Номер 32. Цветок. Номер 33. Булгарину. Нет, нет, Булгарин, ты не прав. Несправедливы толки злые. Друзья веселья и забав мы не повеса записные. Из своеволия страстей с себя мы правил не слагали, но пылкой жизнью юных лет, пока дышалося, дышали. Любили шумные пиры, гостей веселых той поры забавы, шалости любили и за роскошные дары молодую жизнь боготворили. В кругу веселых шалунов, во имя Вакха и Киприды, мы пели негу, шум перов, не замечая крикунов и их ревнивые обиды. Мы пели счастье дней младых, меж тем летела наша младость. Порой задумывалась радость в кругу поклонников своих. Душа приметно отцветала, в усталом сердце пламень газ, и за стаканом в добрый час беспечных опытность застала. На перстниц наших, страстных дев, мы поцелуи позабыли, и при суровой, а не мев, утехи крылья опустили. Так разрезвившихся детей среди их младенческих затей приводит вдруг в остолбенение со строгой важностью очей, педанта школы появления. С тех пор, любезный, не поем, но безрассудные забавы, смиренно жизнь свою ведем и ждем от света доброй славы. Теперь вопрос я отдаю тебе на суд. Подумай, мы ли переменили жизнь свою, или годы нас переменили. Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой, соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины. Я слышу грохот вод твоих, свистя сливает ветер порывный, свой вопль глухой и заунывный, с однообразным шумом их. С каким-то смутным ожиданием в их говор вслушиваюсь я, куда-то вдаль душа моя летит надеждой и желанием. Как очарованный стою над дымной бездною твоею, и мнится сердцем разумею музыку важную твою. Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой, соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины. Номер 35. Отъезд. Элегия. Но все душой пьет, своей у музы и домовитой он не был позабыт. Порой печальны песни были, хвала у музы вам. Вы, благосклонные, любили внимать моим струнам. Теперь для сладкого свидания спешок стране родной. В воображении край изгнания последует за мной. И камни мшистые громады, и вид полей ногих, и вековые водопады, и шум немолчный их. Я вспомню с грустным сладострастием печальную страну, где я в размолвке с милым счастьем провел мою весну. Но где, порой, властитель неба, наперекор судьбе, не изменил питомец Феба ни музам, ни себе. Номер 36. Разуверенье. Элегия. Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей, разочарованному чуждой все обольщения прежних дней. Уж я не верю увереньям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь раз изменившим сновиденьям. Слепой тоски моей не множь, не заводи о прежнем слово, и, друг заботливый, больного, в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление, забудь бывалые мечты. В душе моей одно волненье, а не любовь пробудешь ты. Номер 37. К Делию. Ода. С латинского. Напрасно мы, Дели, мечтаем найти всей жизни блаженство прямое. Небесные боги не делятся им земными детьми Прометея. Похищенная искрой создание свое дерзнул оживить безрассудный. Бессмертных он презрил, и страшная казнь постигнула тщат святотатства. Наш тягостный жребий, положенный срок, томится болезненной жизнью. В любителе леет недуг бытия, и смерти отрадно страшится. Нужды непреклонные слепые рабы, рабы самовластного рока. Земным ощущением насильственно нас случайная жизнь покоряет. Но в искренней бесной прияли мы жизнь, нам памятно небо родное. В желании счастья мы вечно к нему устремимся неясным желанием. Вообще, мы надолго отвержены им. Сияю красою над нами, на бренную землю беспечно оно, торжественный свод опирает. Но нам недоступно, как алчный тантал сгорает средь влаги прохладной. Так сердцем постигнув блаженнейший мир, томимся мы жаждаю счастья. Номер 38. Н.М. Коншину. Пора покинуть, милый друг, знамена ветреной киприды и неизбежные обиды предупредить, пока досуг. Прошла пора слепых мечтаний, и мы лишились наших прав. На своеволе забав, на своеволе желаний. Уж отлетает век молодой, уж сердце опытнее стало. Теперь ни в чем, друг милый мой, нам иступление не пристало. Оставим буйным шалунам слепую жажду столдострасти, не упоение, а счастье теперь искать уж время нам. Присытись грубым наслаждением, присытись ласками церцей, шепчу я часто с умилением в тоске задумчивой моей. Нельзя ли найти любви надежной, нельзя ли найти подруги нежной, с кем мог бы в счастливой глуши предаться неге безмятежной и чистым радостям души, В чье неизменное участие беспечно веровал бы я? Случится ль ведра и ненастья на перепутии бытия? Где ж обреченная судьбою, на чьей груди я успокою мою усталую главу? Или с волнением и тоскою ее напрасно я зову? Или в печали одинокой я проведу остаток дней, и тихий свет ее очей не озарит их тьмы глубокой, не озарит души моей? Номер тридцать девять, эпиграмма Его творение скукой дышит, на бедных нас наводит сон. Не говорю, зачем он пишет, но для чего читает он? Номер сорок, элегия Нет, не бывает тому, что было прежде, что в счастье мне, мертва душа моя. Надейся, друг, сказали мне друзья, не поздно ли вверяться мне надежде, когда желать почти не в силах я. Я применюсь с нескромным их участием, и с каждым днем я верой к ним бедней, что в пустоте несвязанных их речей. Давным-давно простился я со счастьем, желательным слепой душе моей. Лишь вслед ему с унылым сладострастием гляжу я вдаль моих минувших дней. Так нежный друг, в бесчувственном забвении, еще глядит на зыби синих волн, на влажный путь, где в темном отдалении давно исчез от бывшей дружный челн. Номер 41. Дориде. Зачем нескромностью двусмысленных речей, руки всечастным пожиманием, притворным пламенем коварных сихачей, для всех увлажненных желанием, знакомить юношей с волнением любви, их обольщать надежду счастья и разжигать, шутя в смятенной их крови, бесплодный пламень сладострастия? Он незнаком тебе, мятежный пламень сей, тебе неведомое чувство вливает в душу их невольницу страстей твое коварное искусство. Я видел в круг тебя поклонников твоих, полуиссохших в страсти жадной, достигнув их любви, любовным клятвам их, внимаешь ты с улыбкой хладной. Не верь судьбе слепой, не верь самой себе, теперь душа твоя в покое, придется некогда изведать и тебе любви безумья роковое. Но избранный тобой, страшась знакомых бед, твой нежный взор без чувства встретит, и недоверчивый на пылке твой привет улыбкой горькою ответит. Когда же в зиму дней все розы красоты похитят жребий ненавистный? Скажи, увядшая, кого посмеешь ты молить о дружбе бескорыстной, обидной жалости предметом жалким став? В уныние все тебя оденет, исчезнет легкий рой веселья и забав, толпа ласкателей изменит, изменит и покой, усла до поздних лет. Как тщери ада, эвмениды, повсюду жадные тебе помчатся вслед самолюбивые обиды, немирного душой на мирном ложе сна так убегает усыпление, и где для смертных всех доступна тишина, страдальца ждет одно волнение. Продолжение следует...